Трейдеры ожидаемо в неопределенности относительно дальнейших действий с долларом США. Отсутствие публикаций важной статистики и новостей вынуждают участников рынка вспомнить про политические передряги в США, пристаннее следить за развитием американо-китайских торговых отношений, а также за эпидемиологической ситуацией в мире. Так, индекс доллара остается в боковике вблизи отметки 93.20. Вчерашний позитив на фондовом рынке не смог убедить трейдеров продавать доллар. Видно, рынок готовится к знаковому событию этой недели – экономическому симпозиуму в Джексон-Холле. Невозможно не учитывать и противоречивые новости относительно американо-китайского конфликта. На рынке ходят слухи о проведении предварительных консультаций на тему дальнейших переговоров между Вашингтоном и Пекином. Однако вчера Дональд Трамп в ходе съезда республиканской партии заявил, что в случае переизбрания будет продолжать процесс введения пошлин на товары из других стран, прежде всего из Китайской народной республики. Тем не менее, спустя некоторое время появилась информация о результатах переговоров между США и Китаем. В официальном сообщении американского Минторга сообщается, что обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения. Аналогичные комментарии озвучили и в Министерстве коммерции КНР. Такая позиция успокоила трейдеров и помогла доллару восстановить часть своих потерь. Наиболее заметны эти настроения в паре доллар-иена. Аппетит к риску восстанавливается и график уверенно поднимается в сторону доллара США, с легкостью преодолев уровень сопротивления на 106.25, нацеливаясь на достижение отметки 106.68. Но стоит отметить, что одна из самых популярных рисковых валют на азиатско-тихоокеанском сессе австралийский доллар так и не смогла удержать внимание рынка на себе. Котировке AUD и USD не удается прорваться выше уровня 0.72. Ключевым уровнем является линия 0.7157, закрепление под этим уровнем сулит возобновление снижения. Но если четырехчасовая свеча сможет удержаться выше, то не исключается формирование пятикратной дивергенции и возвращение котировки к отметке 0.7240. Однако фундаментальный фон все же благоварит долгосрочному медвежьему тренду. Помним о сохраняющемся конфликте между Пекином и Канберой. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!